Всех приветствую. У нас... Добрый день. Добрый день, Евгений. У нас в гостях Евгений Сисявин. Это руководитель питерской компании. Вообще есть такая группа компании «Вологодское зодчество», которая занимается деревом. У неё свои лесные угодья, своё производство, свои делянки. И вот Евгений представляет именно питерскую компанию, потому что «Вологодское зодчество» не только в Питере. Вот, приветствуем. Добрый день. Действительно, у нас группа компаний, и главная компания находится в самом городе Вологда. Там у нас находится производство, у нас находится лесозаготовка, то есть свои лесные делянки. А в Петербурге и в Москве мы представлены как компания, непосредственно работающая с конечным потребителем, то есть с заказчиками, которые хотят построить дома. Также наша компания работает с другими фирмами, которые занимаются деревянным домостроением и покупают у нас домокомплекты для строительства. Ну, мы их... То есть вы ещё и поставщик. Да, по факту мы и лесозаготовитель, и лесопереработчик, и поставщик домокомплектов, и компания, которая занимается непосредственно строительством домов, то есть строительная компания «Подключ», которая на острие, так сказать, вот этого бизнеса работает. И группа компаний действительно очень большая. У нас даже есть своя переработка, производство локальных очистных станций. Но это такая отдельная ветка бизнеса. То есть мы достаточно давно в рынке загородного строительства, и уже много чем занимаемся на текущий момент. Вот, например, у нашей компании, у компании «Дом-Земля» философия такая, что вообще недвижимость — это просто. Вот у нас само название «Дом-Земля» — оно очень простое. И мне хочется нести в массы то, особенно те, кто решил переехать за город, купить, продать, оформить недвижимость, хочется донести, что на самом деле это просто. Этого не нужно бояться, всё очень легко. И мы открыто и честно несем это в мир. И второе, наша философия также в том, что за городом жить классно. Я сама живу за городом, и всем желаю жить постоянно, либо хотя бы как можно больше времени пребывать на своей земле. Вот. Какая философия у компании «Вологодское зодчество»? Интересный вопрос. Наверное, наша философия в следующем. Мы считаем, что каждый человек должен иметь возможность построить дом из натурального дерева без посредников. То есть у компании, которая занимается полностью всем циклом деревянного домостроения, вот от заготовки того дерева, который растёт в лесу, до монтажа финишных планок и окон, и кухонь, которая ставится в загородные дома. И на протяжении 25 лет мы выстраиваем шаг за шагом вот эту вертикально интегрированную компанию для того, чтобы человек, который приходит к нам, он не занимался поиском каких-то дополнительных подрядчиков и так далее, а он пришёл, и ему оказали полный весь сервис строительных услуг от, собственно говоря, начала до конца. Мы на пути к достижению нашей цели. Я думаю, что мы буквально в шаге от неё, потому что всё это весьма сложно, и рынок диктует, как я думаю, что вы знаете, то, что человек не хочет купить сейчас уже отдельный участок или отдельно заказать себе строительство, возведение сруба. Он хочет готовый дом, дом вместе с землёй, и вот мы хотим в идеале оказывать такую услугу для человека под ключ. Здорово. Да, мне нравится эта идея. И действительно сейчас такое время, когда человек, клиент хочет готового решения, когда нет времени на то, чтобы самому всё это делать. Да, нет времени. Особенно это, можно сказать, по рынку Москвы, когда у людей вообще нет... Если в Петербурге у людей всё-таки есть какое-то свободное время, потому что время хотя бы на путь от дороги до работы занимает 30-50 минут, то в Москве у людей совершенно нет времени, и, конечно, они хотят готовые решения какие-то. Это действительно тренд, тренд последнего времени. Если задать вам такой вопрос. Вот на сегодняшний день очень много материалов различных на рынке, различных технологий. Какой материал дома предпочесть сейчас, чтобы он был рентабелен в будущем? Ну, вопрос достаточно провокационный, с учётом того, что мы занимаемся конкретно деревянным домостроением. Я, прости, Евгений, перебью сразу. Я знаю, что на самом деле вологодское изотчество занимается и деревом, но не только деревом, знает о многих технологиях. Я неспроста этот вопрос задаю, потому что вы действительно об этом знаете. Да, мы об этом действительно знаем. На мой взгляд, теми технологиями, которые всегда есть, были и будут востребованы, по большому счёту являются две. Первое — это деревянное домостроение, второе — это каменное домостроение. То есть мы искренне не считаем, что правильным, например, является технология строительства домов, и СИП-панели, потому что всё-таки это технология промышленного строительства, которое используется в гражданском строительстве, для строительства жилых домов с целью гиперэкономии. Но так или иначе, те материалы, которые используются для строительства домов, например, и СИП-панели, они совершенно не экологичны, искренне, несмотря на то, что производители СИП-панелей говорят, что это не так. Мы, в общем-то, все знаем, и куча различных исследований проводится, и проводилась, которые говорят, что по экологии эти материалы не проходят. А так, если мы говорим про то, из чего можно построить дом сегодня, и что будет актуально завтра, это в любом случае дерево и камень. Как и в 12, 15, 20 веке, и в 22 году, я уверен, что люди будут делиться на, так сказать, адептов каменного строительства и адептов деревянного строительства. Если мы говорим, например, про московский регион, все-таки люди про южные регионы больше предпочитают каменное домостроение, потому что, опять же, в силу климатических условий дерево произрастает там гораздо меньше, на порядок меньше, чем в северных регионах, поэтому люди просто банально привыкли жить в камне, и каменное домостроение там ценится больше. Если мы говорим про Санкт-Петербург, Карелию, Псков, Новгород, Вологду, то есть такие более северные регионы, северо-запад нашей страны, это деревянное домостроение. Хорошо построенный деревянный дом, он ценится на рынке вторичного жилья, именно вторичного загородного строительства, и он всегда является актуальным. Поэтому дерево и камень. Дерево и камень. Да. А если посмотреть с точки зрения того, что дерево горит и дерево гниет? Если мы говорим про то, что если дом сделан, правильно деревянный, он не горит и не гниет, здесь вопрос исключительно в том, насколько правильно осуществлено непосредственно строительство. Если выдержаны все нормы и требования, если фундамент сделан достаточной высоты, если сама деревянная конструкция поднята у земли на 50-60 сантиметров, если сделана правильная гидроизоляция между бетоном и древесиной, если правильно сделана обработка антисептиком. В общем, это все не очень сложно, просто это нюансы, которые нужно обязательно в порядке выполнять. То есть если все эти нюансы и специфика соблюдена, то дом не горит и не гниет. Мы проводили, в частности, исследования и брали кусок клееного бруса, брали газовую горелку, направляли прямой огонь и под воздействием порядка 20 минут мы держали клееный брус, он не сгорал, он тлел, но не сгорал. Соответственно, если мы говорим про возгорание, которое теоретически может произойти из-за короткого замыкания, то одинаково хорошо горят и деревянные каменные дома, потому что по большому счету возгорание происходит непосредственно по внутренней обшивке. Но для этого просто нужно хорошо и правильно монтировать электрику. В общем, поэтому, если мы говорим про то, что правильно построенные дома деревянные и каменные, они ценятся одинаково. Если мы говорим про то, что сравниваем неправильно построенные деревянные и неправильно построенные каменные дома, то они ценятся одинаково низко, то есть плохо. Поэтому здесь вопрос в деталях непосредственно самоустроительства, соблюдения технологий. Спасибо. А вообще, как ухаживать за деревянным домом? Он же нуждается в заботе. Что такого сделать, чтобы дом простоял 100 лет? Я почему об этом спрашиваю? Я когда-то, там, 2010, наверное, год я продавала в поселке Сиверский Гатчинского района дом. Ему было по документам уже более 120 лет. Он был из огромного бревна и в очень хорошем состоянии. Ну, в общем-то, это, наверное, был один из тех немногих домов, которые 50-70 лет назад были построены с соблюдением всех технологий, которые требуют деревянное домостроение. По большому счету, уход за деревянным домом действительно нужен, но он не такой сложный. Это, по большому счету, своевременная перекраска главного фасада. И, ну, это на более поздних, да, стадиях. На ранних стадиях, первый год-два, когда деревянный дом дает усадку, усадку, то есть это его специфика, да, потому что первые несколько лет деревянный дом находится в динамике, в отличие от камня. Хотя и каменные дома на самом деле дают усадку. Даже многоэтажные каменные газобетонные дома дают усадку определенно, просто она совсем незначительная. Так вот, на первоначальном этапе необходимо просто правильно компенсировать непосредственно усадку через домкраты, которые восстанавливаются на вертикальных элементах. А в дальнейшем просто раз в 7-8 лет, в зависимости от материалов, которым покрашен дом, его перекрашивать, обновлять, так сказать, защитные вот эти материалы, которые защищают фасад. Вот и все. Так просто? То есть, да, на самом деле достаточно просто. Ну, а дальше, как и любой другой дом, деревянный дом нуждается в обслуживании, что касается коммуникации, да. Ну, опять же, здесь нет разницы между домом из газобетона, кирпича, дерева, бруса, бревна. А обслуживание коммуникации, которое есть в доме, оно, в общем-то, одинаковое. Да, современно, там раз 25-30 лет менять, может быть, провода электрики и еще что-то, предохранители. Ну, то есть, такие моменты, которые связаны с больше инженерными системами. Спасибо. А если говорить о том, что сейчас цены на строительство растут, то на чем можно сэкономить? Вы знаете, цены на строительство, как и на все строительные материалы, растут всегда. За последние 25 лет, если вот мы говорим про срок существования нашей группы компаний, единственный год, когда наблюдалось снижение цен на строительные материалы, это был 2022 год, когда в экономике, если мы не касаемся политики, говорим только про экономику, в российской экономике вылетел такой черный лебедь, и это такое есть экономическое понятие. Это, то есть, на рынке сложилась ситуация, которая была непредсказуема, непрогнозируема, то есть, некий форс-мажор, да, начало специальной военной операции. В этот момент наблюдался резкий отток и снижение спроса на строительство. Очень многие люди продавали свои дома на вторичном рынке, но эта ситуация продолжалась буквально несколько месяцев. И вот в этот период было значительное снижение стоимости жилья и стоимости, соответственно, нового строительства. Все остальные года, начиная с 98-го, 2000-го года, цены на строительство растут. Они растут достаточно стабильно, ежегодно. Да, есть сезонные колебания незначительные, но рост, фактически, как и вся экономика развивается волнообразно, так и рост на строительные материалы на сами дома тоже происходит волнообразно. Чаще всего это март, март-апрель, то есть начало строительного такого бума, да, сезонного. Перед летом цены немножечко повышаются, где-то на 10-15%, и фактически дальше в течение года, они до следующего года остаются более-менее стабильными. То есть, если мы говорим про сезонные колебания, основной период роста это март-апрель, то есть перед началом такого летнего периода активного загородного строительства. То есть в это время лучше не заказывать строительство дома? Вообще, на наш взгляд, идеальным временем для заказа строительства домов является период с ноября по марта. Почему? Потому что в этот период, как правило, у компаний нет значительной загрузки, потому что в сезон, в летний сезон все компании строительства, компании, которые занимаются загрузным строительством, они загружены новыми заказами, ведением уже текущих заказов, отделкой, заказов, которые были сделаны, сделаны в прошлом году. И, соответственно, в рамках перегрузки непосредственно сотрудников текущими задачами заказывать, на мой взгляд, строительство не очень логично, потому что банально вам, как заказчику, смогут уделить чуть меньше времени при всем желании, чем если мы говорим про период ноябрь-март. Ну и плюс, если мы говорим про рынок деревянного домостроения, то, как правило, в ноябре-марте происходит незначительное сезонное снижение стоимости древесины и, соответственно, конечной стоимости для клиента. Это связано не с тем, что материал или там компания снижает свою маржинальность или делают какие-то скидки. Нет, здесь очень-очень простая закономерность. Зимой все лесозаготовители уходят в сезон лесозаготовки. То есть, если мы говорим про лесозаготовку, основная часть, то есть 80% древесины заготавливается в период с декабря по март в нашей стране, потому что отрицательная температура в лес можно заехать на те делянки, на которые невозможно заехать летом и оттуда можно вывести сырье, то есть кругляк, кругляй лес. А в дальнейшем происходит, по большому счету, на протяжении всего года переработка того леса, который заготовлен зимой. И в этот период предложение на рынке лесозаготовителей, то есть предложение кругляка, оно очень значительно выше, чем на протяжении всего остального года. И цены незначительно, но снижаются порядка 10-15%. И поэтому, если вы, например, хотели бы заказать дом в 2024 году, наиболее выгодно. Я бы вам порекомендовал сделать это в период с декабря по март. Вот в эти три месяца есть незначительное сезонное снижение стоимости древесины. В дальнейшем на протяжении всего года в любом случае наблюдается рост цены. Поэтому, отвечаю на вас вопрос, выгодно заказывать с декабря по март. А на чем еще можно сэкономить? На чем не стоит экономить, а на чем точно можно? Ответ ни на чем нельзя экономить. Если мы не берем этот ответ за основной, то, да простят меня мои коллеги-строители, на мой взгляд, в первую очередь нельзя экономить на покупке участка. Почему? Если мы купим с вами дешевый участок и построим на нем дорогой дом, а потом захотим поменять участок, нам придется продавать и дом, и участок вместе. То есть мы не сможем его дом взять и перенести куда-то в другое место. Придется продавать дешево, покупать на участок и заново проходить вот этот процесс строительства. В случае, если мы купим более-менее дорогой участок, то мы можем сначала построить небольшой дом, на нем построить второй дом, или, если мы понимаем, что нам не хватает жилой площади, мы можем сделать пристройку и так далее. То есть мы можем развивать ту инфраструктуру, которая есть у нас на участке, в 15-20 соток, постепенно. Но перенести любой дом, какой бы он хороший и дорогой не был, с дешевого участка на дорогой мы уже не сможем. Поэтому, в первую очередь, на мой взгляд, нельзя экономить на участке. У нас, кстати, есть видео на канале, могу его потом сюда тоже прикрепить, о том, как выбрать земельный участок. Ну вот, если мы говорим про землю, то все-таки, опять же, допростят меня мои коллеги строителей, нельзя экономить не на строительстве, а в первую очередь нельзя экономить на участке, как вы правильно сказали, да. Второе, это нельзя экономить на том, что нельзя переделать. Фундамент стены крыши, то есть тот несущий теплый каркас здания, в котором человек будет дальше жить. Невозможно переделать фундамент, если он плохо сделан, и, допустим, фундамент, плита или лента, на которой сэкономили на пещеной гравийной подушке, дала трещину, то потом его переделать, к сожалению, нельзя. Если вы, допустим, использовали при отделке недорогую плитку, то вы можете ее поменять через несколько лет, но фундамент стены крыши это то, на чем нельзя экономить. И третий пункт это инженерные коммуникации, как вы правильно сказали, электрика. Можно переделать водоснабжение, если где-то что-то потекло, можно переделать даже какие-то канализационные моменты, но вот электрику переделать нельзя. Поэтому участок, фундамент стены крыши и электрика это то, на чем ни в коем случае нельзя экономить. Все зависит от того, какой грунт у вас на участке, но, конечно, монолитная плита это самый лучший тип фундамента. Если этот дом, который для постоянного проживания или для всесезонного проживания, то, безусловно, в первую очередь мы бы покремендовали строительство плиты. Если геология не позволяет сделать монолитную плиту, то монолитные железобетонные сваи. То есть это те два основных типа фундамента, на которых мы настоятельно рекомендуем людям строить дома. Разница по стоимости незначительная, порядка 25-30%. Плита, естественно, дороже. Но все остальные мы стараемся все-таки не использовать, потому что винтовые сваи это такое временное решение, они так или иначе подвержены коррозии, а ленточные фундаменты в Петербурге очень мало где можно делать, потому что они достаточно капризные, и сам фундамент по всем ГОСТам, СНИПам можно делать только на песчаных грунтах, ну и в конечном итоге он получается не дешевле, чем плита. Поэтому плита и сваи. Железобетонные, забивные, это важно. А как понять, вот представим, как понять, что цена на строительство оптимальная? Вот представим, что человек, клиент, да, пришел в строительную компанию, и ему посчитали, сколько будет стоить его дом. Как вот ему понять, что там нет плюс 200% наценки? Обычно же этого всегда боятся, и именно поэтому идут строить сами. Да, вы знаете, на самом-то деле для того, чтобы понять, что цена актуальна и адекватна тому дому, который вы хотите построить, необходимо сделать, не потратить деньги на проектирование. На наш взгляд это очень важно, и вот опять же в рамках своей компании мы всем людям, которые обращаются к нам, говорим о том, что давайте мы с вами сделаем проект вашего дома, а потом с этим проектом сможете обратиться в несколько компаний для того, чтобы, например, сравнить нас с какими-то другими компаниями с точки зрения стоимости, и вы адекватно можете понять рынок, вы сможете понять комплектацию, которую закладывают вам различные компании в смету, и получить реальный срез. Если у вас нет проекта дома, а есть какие-то только эскизные наброски, и вы обращаетесь даже в несколько компаний для того, чтобы сравнить, так вам, как правило, делают предварительные расчеты. А в предварительные расчеты разные компании включают абсолютно разную философию, разный смысл, разные комплектации и так далее, которые невозможно сравнивать друг с другом. И поэтому здесь вы имеете такую опасность, да, именно ошибки. Вообще, здесь, если уместно говорить про различия между Петербургом и Москвой в многих вещах, также вот и с точки зрения подхода к строительству загородных домов, в Петербурге и Москве есть колоссальная разница. Петербург – это заказчик, который проектирует дом и с этим готовым проектом уже, как мы и говорим, обращается в несколько компаний, не спеша выбирает и строит дом. Москва работает совершенно по-другому. Мы были очень удивлены, столкнувшись с этим при выходе на рынок Москвы. Москва работает следующим образом. Человек звонит в компанию, видит на сайте проект и говорит, сколько он стоит? Мы говорим, условно, 7 миллионов. Он приезжает на следующий день, говорит, вот деньги, я готов подписываться. И мы говорим, а давайте, может быть, комплектацию обсудим и так далее. Он говорит, вот вы мне построите как на сайте и все. Для нас это был абсолютный шок, потому что мы так не привыкли работать. И люди так делают, исходя из того, что компании, которые работают на рынке Москвы давно, крупные компании, они несколько хитрят и, в общем-то, приучили людей к тому, что они пропускают этап проектирования и по картинке вынуждают и, так сказать, подталкивают людей заключить с ними сразу же договор на строительство, а после чего начинают вносить какие-то изменения в проектирование и сметов на протяжении проектирования, вот такого, который уже вроде бы происходит после заключения договора на строительство, то есть сначала люди заключают договор на строительство, а потом начинают проектировать дом. И в этом процессе цена дома может вырастать на несколько миллионов, потому что оказывается, к примеру, что внутренние стены, которые есть на проекте, они нарисованы, а их на самом деле нет, то есть это некие перегородки. Но в договоре написано, что если человек расторгает договор на строительство, то он оставляет 300 тысяч за проектирование, и человек уже не может расторгнуть, потому что он уже фактически отдал деньги. Мы все-таки, во-первых, были очень удивлены, когда мы с этим столкнулись, во-вторых, мы, несмотря на то, что рынок в Москве так работает, продолжаем упорно людям говорить, делайте проект, тогда вы сможете сравнить, и тогда вы не переплатите. То есть если делать проектирование, тогда переплата не произойдет. Если перескакиваетесь, будьте готовы переплачивать. То есть вот оно в чем решение. Это прям основа, на что люди, как и при отделке квартир, очень многие люди думают, что они смогут сделать дизайнерский ремонт без проекта. Ну и мы много видели фотографии в интернете, что не совсем всегда, иногда получается, но чаще всего не совсем то, что чаще нет. А вообще почему, на твой взгляд, почему не стоит браться за строительство дома самому? Потому что для того, чтобы построить дом правильно, необходимо привлечь достаточно большое количество специалистов, каждый из которых умеет делать свой узкий сегмент работы. То есть даже в рамках нашей компании мы не строим дом под ключ одной бригадой. Это некая вереница людей. Первая бригада, которая заливает фундаменты, потому что эти люди профессионально заливают фундаменты. Вторая команда ребят, которые собирают стены и крышу, допустим, то есть силовой каркас. Третья, те, которые занимаются отделкой деревянных элементов дома, то есть занимаются шлифовками, покрасками, монтажом окон и так далее. Третья, это инженеры, то есть ребят, которые занимаются отделкой с точки зрения инженерных коммуникаций. И каждый из них всю жизнь занимается и специализируется на одном узком сегменте своего труда, знает все нюансы и делает все правильно. Если кто-то может построить дом от начала до конца, мы приглашаем на работу в нашу компанию, мы готовы платить хорошие деньги, если есть тот самый уникальный человек, который все умеет делать хорошо. Но, как правило, именно здесь и начинаются ошибки. Если ты не специалист в чем-то, не стоит за это браться. Лучше заработать деньги на том, в чем ты специалист, и нанять специалистов по, например, строительству домов. Это наша философия. Поэтому, на мой взгляд, не стоит все-таки заниматься строительством самостоятельно, потому что это, как правило, приводит к не очень хорошему результату. Или к тому, что наша компания или какая-то другая приезжает и переделывает за человеком какие-то... Ну, и, наверное, с каждым специалистом в этой узкой области необходимо же еще договориться, его проконтролировать. Да, это целая работа. Конечно, конечно, конечно. А мы знаем, что достаточно дикий строительный рынок. Именно рынок загородного строительства, он, да, он очень насыщен маленькими компаниями, и не каждая из которых хорошо делает свою работу, а не каждая из которых готова нести ответственность за конечный результат. Поэтому все-таки, если есть возможность обратиться в компанию, которая вам построит дом под ключ по договору и будет нести ответственность за гарантийные, так называемые, обязательства, все-таки стоит это делать. Вы даете гарантию, да? Ну, в рамках нашей компании мы говорим, гарантию 25 лет, потому что мы существуем 25 лет. То есть меня всегда веселит, если компания существует 3-4 года, и она дает гарантию 50 лет на строительство своих домов. Вероятность того, что она просуществует 50 лет, ну, не такая высокая, да? Все-таки если мы существуем 25 лет, мы строим 25 лет, мы даем гарантию 25 лет. В следующем году будете давать 26? Ну, по факту да. Я бы сказал, через 5 лет будем давать 30. Вот так вот. Мы на самом деле с вами похожи. У нас есть одна похожая черта. Вот к нам иногда обращаются клиенты продать. Ну, например, кто-то решает продать сам. Может быть, даже не обращаются к нам, а изначально подумали о том, что пойти к риэлтору или продать самому. И в итоге продают самостоятельно. И у вас, я думаю, тоже есть категория людей, которые думают, ну, построить дом со строительной компанией или пойти самому строить. Да, есть такие, но часто, к сожалению, приходится просто приезжать и переделывать. Вот очень часто, однажды была достаточно курьезная ситуация, когда нам один из клиентов сказал, что шлифовка, вот конкретно шлифовка бруса в нашей компании, ему показалось по стоимости дороговато. И он сказал, я могу нанять отдельную бригаду шлифовальщиков, а вы просто продолжите красить и заниматься отделкой дома. Мы сказали, ну, конечно, хорошо. И мы приехали через две недели, он нам предъявил результат работы и сказал, вот, отшлифованный дом. А мы смотрим на дом, а он не шлифован. То есть люди взяли деньги, и через три дня после того, как он вернулся на свой участок, ему сказали, что они отшлифовали дом, взяли у него деньги и уехали. А дом был не шлифован. И он очень сильно расстроился, когда мы ему объяснили и показали, что при сдаче коробки дома, допустим, какая-то щепочка торчала из стены, которую можно было убрать шлифовкой. Она как была, так и осталась. И он понял, что его просто обманули, и он заплатил нам еще раз за шлифовку. Грустно, но такие ситуации бывают, они курьезные. Слава богу, это не космические деньги. Ну, порядка ста тысяч рублей человек потерял. Обидно. Но зато после этого мы ввели отделку дома до конца, и вот он уже два года живет в доме. В нашем случае я знаю сам, наверное, такой, как бы самый исход. Вот, если клиент идет продавать сам, чаще всего он идет продавать сам, потому что он думает, что он сэкономит на комиссии риэлтору, что он комиссию риэлтору не заплатит, поэтому выручит больше с продажи своего дома. Но, как правило, продают дешевле, чем могли бы продать вместе с комиссионными, которые заплатили бы агенту. И это очень распространенные случаи. Плюс еще, наверное, тратят очень много времени на показы своих участков, показы своего дома. Насколько я понимаю. И вот, наверное, если резюмировать, то что в строительстве, что в риэлторстве, вот этот конечный эффект психологических затрат, временных затрат и финансовых, он действительно выходит больше. Значительно, да. Потому что, на самом деле, строительные компании, они, вот возьмем, к примеру, отделку, самую банальную, покраску дома, например. Если человек думает, что он наймет бригаду где-то на авито и сэкономит, на самом деле нет. Нет, потому что стоимость у компании и у этой бригады, как правило, различается на 5-10%. Компании не зарабатывают на клиенте. Они зарабатывают на том, что у них есть постоянный костяк людей, которые занимаются с утра до вечера покраской их домов. Просто они переезжают с объекта на объект и их красят. И за счет этого стоимость работы, то есть денег, которые оплачивает компания своей бригаде, она просто меньше. То есть компания платит меньше бригаде, а с клиента берут ровно такое же количество денег, как и бригада в частном порядке. Поэтому невозможно, невозможно значительным образом снизить стоимость, если мы говорим про то, что человек будет нанимать различные бригады для выполнения каждого узкого сегмента работы. Тогда он выступает фактически таким технодзором, тратит свое время, переплачивает каждой бригаде за розничный заказ и в конечном итоге не всегда, далеко не всегда получает еще и хороший результат, на который рассчитывал. Да, и работает еще и технодзором, и прорабом. Да, и менеджером, да, и технодзором, и прорабом. И тратит свои нервы. А так он может обратиться в компанию, у него система одного окна, он общается с своим менеджером, который отвечает на все вопросы от стадии фундамента до стадии монтажа забора. Но на рынке действительно бытует мнение, что идти в строительную компанию, это значит переплатить. Есть такая история. И вот у меня в связи с этим вопрос, какая у вас наценка? То есть сколько вы зарабатываете с постройки? На самом деле у нас рентабельность бизнеса 210-2012%. То есть если дом стоит 6-7 миллионов рублей, то мы с этого зарабатываем 600-700 тысяч. Но эти деньги мы зарабатываем, опять же, за счет того, что у нас свое производство. То есть если мы говорим о том, что домокомплект дома из клееного бруса мы производим для себя, мы производим его по одной цене. Если клиент придет купить у нас этот домокомплект, мы ему продадим по значительной более... По рынку, да. То есть мы экономим на том, что мы дешевле покупаем металлочерепицу, чем клиент, который придет в магазин, например. За счет опта? За счет опта, да. За счет того, что вот в этом году, например, в Петербурге мы построили 102 дома. Это много. Любой поставщик металлочерепицы готов дать большую скидку компании, которая покупает металлочерепицу на 50-70 домов. Понятно, что не все сто под металлом стоят. То есть мы зарабатываем на этом. Мы зарабатываем на клееном брусе. Мы работаем, допустим, возьмем бетонные работы. Мы работаем с компанией, очень крупным бетонным производителем, компанией «Конгломерат». Если вы как физическое лицо обратитесь в компанию «Конгломерат», они вам дадут цены на 20% больше на бетон, чем нам, который регулярно, еженедельно заказывает бетон на свои строительные объекты. То есть мы зарабатываем на этом. Таким образом, те 10%, которые клиент как бы переплачивает, ну не переплачивает, а платит нам в виде денег за вот этот сервис, он по большому счету просто не теряет, не теряет на своих частных заказах. Вот и все. То есть нет какой-то значительной переплаты. Могу сказать, что есть компании, которые от нас, от нашей цены работают в плюс 20, 30, 40%. Есть. То есть покупают. Именно продают свои услуги значительно дороже. Чем вы. Да. Такие компании есть. Как правило, это не буду называть. Всем понятно, что это крупные компании, которые очень сильно маркетингово раскручены. Те, кто имеет там большое количество подписчиков в Инстаграме, еще что-то, да. То есть те компании, которые могут позволить себе поставить высокую ценовую планку и знать, что все равно кто-нибудь у них копит за счет имиджа. Такие компании есть, но их очень немного. Это 5-7 компаний на рынке Санкт-Петербурга, которые продают прям на порядок дороже, чем мы. Все остальные все-таки работают где-то около. Где-то около. Ну и важно отметить, что мы являемся производителем. У нас компания полностью вертикально интегрированная. Мы даже производим свои локальные очистные станции. То есть компания Аэробокс в рамках нашей группы компании существует. Мы закупаем минимум материалов на стороне, поэтому можем позволить себе делать для клиента интересные цены. Интересные цены. Если говорить о ценах, вот сколько нужно потратить денег, чтобы построить деревянный дом? Ну, допустим, метров стол? Ну, или, знаете, может, у вас есть какие-то примеры? Ну, на самом-то деле, я все-таки не могу сказать, сколько стоит, мне спрашивают, сколько стоит стоимость квадратного метра дома. По-разному. Все зависит от планировки. Опять же, мы знаем, что чем больше дом, тем стоимость одного квадратного метра все-таки дешевле. Обосновывается очень просто тем, что существуют некие накладные расходы на строительство дома. Ну, к примеру, нам для того, чтобы построить дом, необходимо привезти бытовку, отправить параба, сделать геологию и так далее, и так далее. Для дома в 100 квадратных метров или в 300 квадратных метров нам нужно привезти эти все манипуляции. Те же самые некие накладные затраты. Оформить договор, оформить ипотеку в банке, потратить на это много времени, и это наши расходы, соответственно, которые, естественно, увеличивают и стоимость. Поэтому, если мы берем разговор про дом в 160 квадратных метров, это такой 120-160, наиболее часто заказываемый площадь домов, то стоимость первого этапа, фундамент стены на крыше, как правило, около 35-45 тысяч за квадратный метр. Это 3,5 и 4 миллиона. Если мы говорим про 100 квадратов, то, ну да, где-то 4-4,5. 4-4,5. И все остальное — это отделка. Если мы говорим про дом под ключ, от 70 до 120. Почему я говорю от 70 до 120? Мы не будем строить дом из тех материалов, которые позволят снизить стоимость ниже 70. Можно построить дом дешевле, чем 70 тысяч за квадратный метр. Реально, можно. Но для этого нужно использовать супер дешевые провода, например, для электрики, нужно какие-то супер недорогие отделочные материалы использовать, тонкие окна и так далее, и так далее. То есть то, что не позволит нам нести гарантию на протяжении 25 лет за результат нашей работы. Поэтому если мы говорим про качественное строительство, от 70 до 120. 120 — это если маленький дом с дорогими отделочными материалами. 70 — это если дом, допустим, 150-200 квадратов с такой отделкой уровня комфорт. Вот где-то так. То есть в среднем под ключ цена 80-100 где-то вот в этом диапазоне. Но опять же, это дом с отделкой. Потому что когда мы сравниваем, например, с квартирой, когда стоимость квартиры 200 тысяч за квадратный метр, то мы понимаем, что 200 тысяч — это просто коробка, куда еще нужно вложить много денег на отделочные работы, на шпаклевки, обои, ламинат и сантехнику. Здесь же это дом под ключ, заезжай и живи. А если это у нас баня, сколько стоит баня? Баня стоит от миллиона до бесконечности. Потому что понятие вот бани у всех, у наших заказчиков тоже очень разное, потому что люди разного достатка. Кто-то заказывает себе баню 6 на 6, очень стандартный размер для деревянного строительства. То есть весь пиломатериал длиной 6 метров, соответственно, баня 6 на 6, такой, ну, квадрат. До бани в 180 квадратных метров, которые вот относительно недавно мы строили в Подмосковье. И от миллиона до бесконечности. Как-то так. Это будет честный, правильный ответ. А в каком случае клиент предпочтет не вас? Как вы думаете? Ну, наверное, в случае, если мы, если менеджер нашей компании оказал ему недостаточное внимание. Да, такое, вот, итак, это первое, на что пришло в голову, потому что есть люди, которые жалуются на то, что нас не хватает, ему не хватило времени, чтобы мы лишь на раз позвонили, с ним поговорили и так далее. Ну, загрузка людей высокая. К сожалению, не всегда в сезон успеваем вот всем уделить правильное, должное количество времени. И такое бывает периодически. Да, ну, к сожалению. Именно в сезон. Поэтому я говорю, приходите в несезон. С удовольствием потратим на вас очень много времени и проговорим все нюансы. Ну, и второе, например, это когда человек все-таки решает, что он сам будет строить себе дом. И вероятность того, что человек уходит от нас в другую компанию строительную, она очень низка. На самом деле, очень низка, потому что цена и вертикальная интегрированность позволяет нам оказывать достаточно высокий уровень сервиса для конечного потребителя, для заказчика. И уходить от нас из-за цены или из-за качества очень маловероятно. Скорее сервис, то есть время, которое мы тратим здесь. Или если решил строить из другого материала, да? Ну, да, безусловно. Если человек, а такое тоже бывает, он запроектировал деревянный дом и подумал, или жена сказала, слушайте, я не хочу в деревянном доме жить. Хочу все-таки жить в СИП-панели, не знаю, хочу газобетон. Такое бывает, да. И у нас не все проекты, которые мы делаем, отправляются в работу, но все-таки большая часть. Иногда человек открыто говорит, слушайте, ребят, я заказал у вас проектирование дома, и вот проектирование дома из газобетона, а потом я решу. Позволить он себе это может просто потому, что у нас проектирование, так уж исторически сложилось, стоит очень недорого по рынку. Сколько? 25 тысяч рублей. Проектирование полное деревянного дома у нас в нашей компании стоит 25 тысяч рублей. Наши конкуренты очень удивляются такой цене. Да, я слышала о цене от 50. От 50 и до, не знаю, 300-200 тысяч рублей. 25 тысяч рублей – это себестоимость проектирования, это работа и время архитектора, это геология, которую мы в обязательном порядке делаем для каждого человека, это привязка, то есть ситуационный план освоения земельного участка, который мы делаем для каждого своего клиента. Это необходимо помимо того, чтобы человек просто представлял, как у него будет располагаться дом. Да, и с привязкой к углам, к краям, к границам участка, потому что человек должен понимать, где у него будет располагаться дом, ну и плюс для регистрации этого дома, это ситуационный план, ему все равно понадобится. Поэтому проектирование, геология и спозу, ситуационный план освоения земельного участка, у нас стоит всего 25 тысяч рублей, поэтому люди, когда слышат, клиенты, когда слышат, что есть такая возможность, конечно, они приходят проектироваться. И, опять же, вплоть до курьезных ситуаций, когда человек в 2017 году у нас запроектировал дом и спустя 5 лет нам позвонил и сказал, вы помните, мне дом проектировали? Я готов. Я готов к стройке. Я искренне у него спросил, его зовут Александр, Александр, как, зачем вы тогда спроектировали дом? Я визуализировал свою мечту. То есть человек может потратить, ну и тем более он сказал 25 тысяч рублей. Теперь мы знаем срок визуализации, да? Да, 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 то есть он 25 лет, я искренне копил деньги, искренне копил и вот накопил, готов строиться. Ну, такое бывает. Да, интересная, хорошая рекомендация, да, чтобы построить дом, первое, что нужно сделать, это проект. Обязательно. А обязательно проектирование, без него хорошего результата в любом случае не добиться. Ну, вот вы рассказывали, ты, да, может, ты решили, ты рассказывал про то, что в Москве увидели проект на сайте, да, и хочу такой. На самом деле у нас тоже таких очень много клиентов, которые увидели картинку, хотим. Ну, наверное, это не совсем все-таки корректно, потому что картинка – это картинка. Так или иначе, хотя бы нужно сесть и детально проработать комплектацию. Ведь, допустим, дом из бревна возьмем. Дом из бревна может быть 22-го диаметра, 24-го, 26-го, 28-го, 30-го. На что диаметр влияет? Да. Чем толще диаметр, тем объем кубических метров древесины в доме больше. Он, конечно же, чуть дороже, где-то там плюс 8% к каждому шагу. Но тем меньше венцов в доме, тем выше теплоемкость и так далее. То есть он дороже и теплее? Дороже и теплее, по факту, да. То есть если у вас есть газ, то на участке и вы планируете отопливаться газом. Вас это не должно так сильно волновать. Но если у вас на участке 15 киловатт, и вы хотите себе построить дом 200 квадратных метров из дерева, ну, все-таки вам необходимо сделать более толстое, взять бревно для того, чтобы просто экономить всю жизнь на отоплении этого дома. Чтобы он был более энергоэффективен. Да-да-да. То есть здесь, как и в каркасных домах, например, если дом 100 квадратных метров, ну, достаточно утеплить в 200 миллиметров минеральной ваты. Если дом 400 квадратных метров, будьте любезны, сделайте толстые стены, потому что иначе вы разоритесь на просто отоплении. А что лучше, бревно, брус, клееный брус? Здесь, если мы говорим вообще, в принципе, про строительство домов из любого типа материалов, за исключением, наверное, СИП-панелей, стоимость, конечная стоимость строительства дома, она одинаковая для всех, на удивление, да. Потому что если деревянный дом, например, из клееного бруса, он чуть дороже на первом этапе, то он значительно дешевле в отделке. Потому что его уже не нужно отделывать? Да, то есть если мы говорим про дом из клееного бруса, его нужно просто пошлифовать и покрасить, и все. Если мы говорим про дом из газобетона, то это шпаклевки, это обои, или это покраски, ну, то есть утепление, это долго. Долго и дорого на втором этапе. Если мы говорим про деревянный дом, то изначально клееный брус, коробка из клееного бруса, да, стоит незначительно дороже, чем коробка из газобетона, но на стадии отделки это все нивелируется именно стоимость отделочных работ. С бревном то же самое. Если мы говорим про бревно, например, на бручной рубке, или оцилиндрованное бревно, оно дешевле, чем клееный брус на первой стадии, но его дороже отделывать. То есть необходимо сделать шлифовку не в один проход, а в два прохода. Соответственно, желательно использовать теплый шов или дополнительную конопадку, ну и так далее, и так далее. Вот эти вот мелочи, они фактически выравнивают стоимость. Поэтому если выбирать себе просто материал на перспективу строительства, выбирайте то, к чему лежит душа. Вот лежит к дереву, строите дерево, лежит к бревну, хорошо бревно, к брусу, брус, к газобетону, к газобетону. Просто то, что нравится. Стоимость в конечном итоге будет одинаковая. Просто вопрос, когда вы ее заплатите, сразу или через 3-4 месяца на отделке. На самом деле в деревянном доме ощущение, что ты как будто бы, ну как в палатке, ну как на улице, только в тепле. Все-таки вот сейчас я живу в кирпичном доме, я тоже живу за городом, дом кирпичный, и, конечно, это отличается от ощущения в квартире, но я помню бабушкин деревянный дом, совсем другое ощущение. То есть энергия как-то там работает иначе. Да, когда тебя окружает материал натуральный, все-таки натуральная дровесина, то ощущение, причем не всем это нравится, вот это ощущение, да, но оно совершенно другое. Энергетика у дома, у деревян, деревянный дом он живой. Да. Это в нем колоссальная энергетика, и восстановление все-таки организма происходит за городом в деревянном доме значительно быстрее и правильнее. Но вопрос в том, что его действительно, как вы правильно сказали, нужно там раз в 5-6 лет просто обслуживать, перекрашивать, так далее. Не все готовы к этому морально, вот и все. А так каменный дом построил и, в общем-то, забыл, да. Вот деревянный дом, какие у него плюсы-минусы еще из недостатков и как их избежать? Ну вот помимо усадки, да, говорили, что... Вот по поводу усадки сказали, да, как избежать, что такие... Нужно, необходимо, да, домкраты, то есть компенсаторы усадки и вовремя подкручивать, чтобы он правильно давал усадку в течение первого года, максимум двух. Искренне, я вот, можете смеяться, но искренне считаю, что у деревянных домов больше нет никаких недостатков. Кроме усадки. Кроме, да, потому что если он правильно построен, то все вот страшилки, которые говорят про деревянные дома, потому что они гниют и так далее, это история про плохо, про неправильно построенные деревянные дома, по типу самостроя и так далее. Если он построен правильно, то в нем нет никаких минусов. Ну, искренне, это искренне мое мнение. А вот в плане пожара, как обезопасить, ну, одно дело, электрику хорошо сделать, это понятно. А что еще, чем-то обрабатывают? Насколько экологична вот эта обработка, чем-то дополнительная? Да, по большому счету обработка производится огнебиозащитными составами. Они экологичны, потому что если бы они были не экологичны с точки зрения состава, то их бы просто не сертифицировали, не выпустили на рынок. Для того, чтобы точно понимать, что это экологичный состав, нужно просто взять любой более-менее понятный, известный бренд, который стоит на полках не где-то, там, на складе из гаража у соседа, а просто неомид. Достаточно экологичный состав. Огнебиозащита неомид обрабатывается внутри в обязательном порядке, те места, где наиболее существует опасность возникновения пожара. Например, это котельная, если она электрическая, или там место, где сосредоточен электрический щиток, котельная и так далее. Обрабатывается дополнительно огнебиозащита, и, в общем-то, никаких проблем. А срок возведения дома можно отнести к недостаткам? Нет. На самом-то деле ни в коем случае к срокам возведения деревянного дома этот недостаток отнести нельзя, потому что деревянный дом, вот 150 квадратов, возводится в течение 2-3 месяцев. Каркасный дом, да, он возводится на месяц быстрее. Дом из газобетона не быстрее, плюс, опять же, дом из дерева можно и в идеале нужно строить зимой, а дом из газобетона, из камня зимой строить невозможно. А зима и осень поздняя в нашем регионе, в Петербурге, половину года. Вот, поэтому если мы говорим о том, что вы сегодня придёте заказать деревянный дом, он в январе у вас уже будет на участке стоять. Газобетонный дом будет стоять на участке только в июле. Поэтому срок... Но только фундамент нужно, чтобы был уже сделан. На самом деле, опять же, если мы возвращаемся к двум типам фундамента, плита или сваи, мы скажем, что сваи можно забивать в любое время года. И зимой тоже. И зимой, конечно, да. А плита, её тоже можно заливать зимой, просто необходимо применять дополнительные технические средства. И будет дороже тогда. Да, приведут примерно в абсолютных числах дом в 150 квадратных метров. Тёплый контур стоит 5 миллионов рублей. Из них фундамент — это миллион рублей, условно. И дополнительно 200 тысяч рублей — это у нас такой есть пакет «зимняя заливка». Что он подразумевает под собой? Мы накрываем шатром, то есть тентом фундамент, и прогреваем его, пока бетон не наберёт прочность на протяжении двух недель. Это действительно стоит дополнительные 200 тысяч рублей на дом в 150-160 квадратных метров. Ну, иногда 180, иногда 200, такой порядок цены. Но переплачивая эти деньги сегодня, вы, во-первых, построите дом зимой, а во-вторых, вы не попадёте на момент весеннего подорожания. Повышение цен. Повышение цен. Повышение цен на все строительные материалы. И вот если мы говорим о том, что не делать зимнюю заливку и строить просто весной, то стоимость будет ровным счётом такая же, а, возможно, даже выше. Потому что весной все материалы так или иначе добавляют 15-20% сезонно. Например, арматура за год выросла практически в два раза, и основной рост пришёлся именно на весну. Ну, вот, то есть, в общем-то, дом, который стоил 5, зимой вы можете сделать за 5-200, а летом уже, скорее всего, миллионов за 6. Вот такая разница экономическая. Да, интересно. А деревянные дома, их же издревле, да, строили в нашей полосе. Такое ещё и традиционное строительство. Ну, конечно, да. Вологодское зодчество, когда мы думали над названием своей компании, почему всё-таки мы не делали никакого ребрендинга и оставили вот это название, потому что зодчество всё-таки отсылает нас к некому традиционному строительству. Не хай-тек, а вот всё-таки это не значит, что мы в обязательном порядке всем делаем резные палисады на всех домах. Но это говорит о том, что мы чтим традиции деревянного домостроения и всё-таки стараемся весь тот опыт и философию, которая была накоплена за долгое время, её сохранять. К примеру, не секрет, что помимо клейного бруса специализацией нашей компании являются дома из бревна ручной рубки, ручной работы. А ручная работа с бревном, я вам скажу, что людей, которые умеют хорошо рубить дома, осталось очень мало. Потому что всё-таки, да, на самом деле так и есть. Потому что те люди, которые рубили дома 20-30 лет назад, это всё-таки уже люди такого преклонного возраста. И, ну, они условно вышли на пенсию. Молодые люди, там, 20-30-40 лет, всё-таки небольшое количество людей, которые, вот, увлечена именно деревянным домостроением. Поэтому хорошие бригады, которые у нас есть в штате, мы их очень-очень ценим, очень любим, уважаем, потому что то, что они делают каждый день, это очень дорогого стоит. Это действительно профессионалы высокого уровня. Вот. И те традиции и те навыки, которые есть у них, они получили как раз от людей, которым уже сейчас 60-м, многим 70 лет. Соответственно, это действительно традиции деревянного домостроения. Вот ты сейчас сказал о том, что хай-тек, всё такое, это же сейчас модно, и все хотят более современные дома. Вот как деревянные дома коррелируются вот с настоящим временем, с модой? Да, я понял вопрос. На самом-то деле, во-первых, не все хотят какие-то модные современные дома, потому что люди, которые строят дома за городом, если уж мы будем там до конца честны, это средняя возрастная категория 35-40-50 лет и так далее. Всё-таки сейчас строят дома ещё то поколение, которое не хочет себе хай-тек в большинстве случаев. Но всё-таки есть люди, которые действительно уже настроены на какие-то более современные веяния. И в рамках деревянного домостроения этому веянию отвечает фахверковая технология строительства. Фахверковые дома — это, по большому счёту, дома из клееного бруса. Ну, дома не из клееного бруса, если уж правильно выражаться, из клееной балки. То есть несущими элементами деревянного дома, то есть фахверка. Фахверк — это каркас из клееной балки, который уже заполняется панорамным остеклением или пир-панелями, которые играют роль утеплители и так далее. Это очень классные дома, очень энергоэффективные. И мы в настоящий момент буквально год назад поставили оборудование для производства фахверковых домов. Мы идём в направлении этой технологии и сейчас начинаем строить первые фахверковые дома собственного производства. То есть от начала до конца мы и производим, и собираем, и проектируем именно фахверковые дома. Мы пока не готовы в 2023 году были выпустить этот продукт в массовый рынок, просто потому что мы настраивали станки. И у нас проектировщик нарабатывал базу проектов популярных, которые мы готовы предложить нашим клиентам. В 2024 году, в следующем году мы обязательно его запустим. Ну то есть если отвечать на вопрос, как деревянное домостроение отвечает на веяние времени, я отвечаю в фахверке. Очень популярные, очень красивые, на мой взгляд, дома. Опять же. Интересно. Здорово. Спасибо. Наверное, у меня больше нет вопросов. Сейчас я посмотрю. Очень классно. На все вопросы ответил Евгений. Да, у меня больше нет вопросов. Спасибо. Пожалуйста. Есть вопросы? Да? Отлично. Есть вопросы? Мне их каким-то образом... Тогда сейчас на секундочку паузу, и мы посмотрим, какие вопросы. Окей. Так, расскажите про субтитры. Какие сроки? Вот если начать в феврале, то когда можно будет заехать с мебелью? Если мы говорим про деревянные дома, ну, опять же, к примеру, дом, давайте, 120 квадратных метров. Одноэтажный дом, супер, три спальни, кухня-гостиная, санузел, котель. Ну, такое очень типовое решение, да? Если начать строительство, если заказать его в декабре, начать строительство в феврале, ну, в июне-июле мы уже можем говорить о том, что смело можно заходить и жить в доме. Может быть, даже мы сделали бы этот дом и быстрее, но есть нюансы, например, с покраской фасада дома. Его нужно делать, покраску нужно делать только в тёплое время года. В тёплое время. Да, поэтому мы не можем сделать его быстрее. Это мая, июнь, июль. Поэтому с февраля по июль средний срок строительного цикла дома, деревянного, например, склейного бруса, это 6-7 месяцев. Если мы говорим про дом из бревна, там есть один нюанс. Бревно, оно влажное, то есть это бревно естественной влажности, это не обработанный материал. И для того, чтобы начать отделку в этом доме, необходимо выждать около 6-12 месяцев. То есть срок строительства дома из бревна всё-таки под ключ растягивается, как правило, на 1,5-2 года. А из склейного бруса это 6-8 месяцев в зависимости от площади. Спрашивают ещё про ипотеку. Ну, на самом деле, про ипотеку кратко отвечу. Если что, можно будет даже ссылку на эфир кинуть, предыдущий про ипотеку. У нас можно взять IT-ипотеку, у нас можно сейчас взять... IT-ипотека, наверное, от 5% плюс-минус начинается. Ипотека с господдержкой от 8%, ипотека семейная тоже, наверное, от 5%. Даже 4 с чем-то тут кто-то недавно одобрился у нас из коллег. Все виды ипотек... Вот, в общем, чтобы сэкономить на ипотечных ставках, конечно, надо сейчас брать господдержку, семейную и IT. Если говорить про обычные ставки, то это уже от 16%. Пока действует господдержка, семейная и IT, надо брать. Потому что неизвестно, что будет через некоторое время, останется ли она вообще, да? А, ну еще сельская ипотека есть. Сельская ипотека есть по 3%. Да, сельскую ипотеку проводит Росельхозбанк в основном, как профилирующий банк Министерства сельского хозяйства. Все-таки очень сложная ипотека именно сельхозка. Потому что там очень большое ограничение по именно самому назначению участка. Ну, на самом деле сельская ипотека стала легче. Стала легче, да. Раньше для нас она была мифической ипотекой, и мы думали, что это реально какой-то миф, гуляющий на рынке недвижимости. Но когда мы уже провели не одну сельскую ипотеку, видно, что Россельхозбанк стал полегче. Россельхозбанк стал понятно, он выработал алгоритмы и выдачу этой сельхозипотеки. Потому что год назад все-таки были определенные сложности с одобрением. Сейчас это стало реальностью. Ну, что касается ипотеки, можно еще здесь отметить, что Центробанк буквально пару недель назад поднял до 15% ключевую ставку. Если говорить про какие-то прогнозы, прогноз к новому году 17, прогноз к следующему лету все-таки снижение до целевого показателя, который Центробанк обозначил, 12,5-14. Поэтому, если у вас нет льготной, то есть вы не попадаете в какую-то льготную программу, то, наверное, стоит отложить до весны, до начала лета. Если вы попадаете в какую-то льготную категорию, безусловно, нужно брать сейчас, потому что льготные программы, как правило, так сложилось, что они могут и закончиться. Вот. Ну, их сейчас достаточно много, и большое количество людей попадает под льготные различные программы, потому что все-таки рынок загородного строительства у нас государство поддерживает и стимулирует загородное строительство. Вот поэтому, да. Льготные программы нужно брать обязательно, потому что инфляция у нас в стране все-таки определенным образом в настоящий момент высокая. И те деньги, которые мы вложим сейчас в строительство дома, в участок, это те деньги, которые нам окупятся и заработают через год, через два, они просто будут сами по себе дороже. В общем, кто еще не одобрился по льготной ставке, смело пишите, звоните. Подберем вам участок под строительство, и тут же Вологодское зодчество построит вам дом из бревна, бруса и так далее. Большим удовольствием. Даже каркасные дома, да. Даже каркасные. И фахверки с 2024. Хорошо. Ну, все, да? Нет, вроде бы. Не крутятся комментарии. Не вижу. Ну что, в общем, мы прощаемся. Спасибо Евгению. Вам спасибо, что пригласили, на самом деле. Да, спасибо всем, кто был с нами, кто почерпнул для себя что-то полезное. Вот пишите в комментариях, что было полезным. Ну, если останутся какие-то вопросы, и они будут заданы, то мы готовы ответить и лично, и вот Наталья, я думаю, что если вопрос будет касаться строительства, например, да, то, пожалуйста, вы обращайтесь, мы подскажем именно деревянного домостроения. Ну, а что касается девелопмента, земли и ипотеки, я уверен, что вы здесь специалист гораздо большего уровня. Спасибо вам большое за то, что пригласили. Всем по загородному дому. Строите только хорошие дома. Живите за городом. Все, всем пока.